Шалом! В эфире первого еврейского программа «Вопросы на вопрос». Меня зовут Аснат Эстрина, и говорить мы сегодня будем на достаточно сложную для всего человечества, и особенно для евреев, тему о ненависти и о ее страшных последствиях для еврейского народа. И я, когда готовилась к сегодняшнему эфиру, я нашла мысль, которая мне очень понравилась у одного из известных русскоязычных раввинов, Раф Михоэль Корец. Он говорит так, что беспричинная ненависть к другому человеку столь же естественна, как и идолопоклонство. «С чего ради мне отдавать кусочек моего мира еще кому-то и признавать его реальность и безграничность?» В общем, на самом деле, наверное, нет человека, который бы хоть раз в жизни чувство ненависти не испытывал. Но все-таки, как нам вести себя с ненавистью, которая возникает у нас или возникает кому-то? Что говорит об этом еврейская традиция? В нашей еврейской традиции говорит так. Во-первых, в Торе написано, что ненавидь своего ближнего в своем сердце. Значит, уже Тора нам говорит о том, что это плохая черта человека. Она существует в человеке, но она плохая черта, и над ней надо работать. И даже мудрецы тоже сказали, что есть три таких черт, как зависть, ненависть и честолюбие, которые вводят человека из этого мира. И, значит, это настолько плохие черта, что над ними, что они могут даже вывести человека из этого мира, что он может забыть о том, какая у него цель в этом мире, и зачем он сюда пришел, что работа над собой. И я думаю, что действительно это очень такая тяжелая черта, что нужно над ней работать. То есть эти чувства, они с точки зрения еврейской традиции человеку присущи? Он рождается с зачатками чувств зависти, честолюбия и ненависти. Мы не случайно говорим о ненависти именно сейчас, потому что наш разговор переурочен к самой печальной дате еврейского календаря, это дню 9 ава. Это день, когда еврейский народ и через еврейский народ все человечество последовательно лишались очень важных вещей, в том числе 2-го Иерусалимского храма, который был разрушен именно из-за беспричинной ненависти в еврейском народе. Данила Михайлов нам напомнит о некоторых событиях, которые произошли в этот день. 9 ава – символ всех преследований и несчастьй, выпавших на долю еврейского народа. В этот день, в 2449 году от сотворения мира, Всевышний вынес приговор евреям, испугавшимся войти в землю Израиля. 9 ава – 3338-го царь Вавилона Новохуданецр разрушил первый Иерусалимский храм и угнал евреев в плен, продлившийся 70 лет. 9 ава – 3828-го римский военачальник Титваспасиан разрушил второй храм и практически полностью уничтожил Иерусалим вместе с его жителями. 9 ава – 3892-го по приказу римского наместника храмовая гора в Иерусалиме была распахана в знак поругания. Это событие послужило одной из причин восстания Бар-Кохбы, которая продолжалась три года. 9 ава – 3895-го римляне захватили Байтар, последний оплод восставших, а вождь восстания Шимон Бар-Кохба был убит. Началось массовое изгнание евреев из земли Израиля. Иудея превратилась в выжженную пустыню. В еврейской истории есть еще немало трагических событий, происходивших в эту дату. Так, в 1942 году, во время Второй мировой войны, именно 9 ава, нацисты начали уничтожение пленников Варшавского гетто. А почему в еврейской традиции разрушение храма связано именно с беспричинной ненавистью? Ведь вообще какое отношение может иметь сооружение, некое реально существующее, к вещам, ну, таким вот неконкретным, абстрактным, появляющимся, исчезающим и так далее, как ненависть? Ну, говорят нам мудрецы в трактате Гетин, в Ивладском Талмуде. Они нам объясняют, что во время, до разрушения Второго храма, еврейский народ, он грешил в грехах, связанных между людьми. Значит, основой этих грехов, это была просто беспричинная ненависть. Если была бы какая-то причина к этому, то, конечно же, есть для этого законы Торы, которые могли бы привести к какому-то выводу и к решению каких-то проблем, которые между ними были. Но так как эта ненависть между ними была, она беспричинной, и так они себя, их поступки, они довели до того, что Всевышний был над ними очень, он очень злился над ними, и весь свой гнев для того, чтобы не уничтожить свой народ, он просто перевел это на свой дом. И только для того, чтобы показать, насколько они обозлили Всевышнего своими поступками, мудрецы говорят о том, что, смотрите, даже свой родной дом, в котором его присутствие в этом мире, он разрушил для того, чтобы показать, что мы должны исправить себя, и наши поступки были недостойны. Ну вот есть такое в еврейском законе понятие, что когда человек, что называется, сделал что-то незаинтересованно или как-то несознательно, он этого не хотел, у него так получилось, то за это, например, если это касается каких-то ряда законов, то за это человека не наказывают. Он не был заинтересован, у него случайно получилось, и он, в общем, не отвечает. Получается, беспричинная ненависть, она тоже, человек не заинтересован, шел-шел, начал ненавидеть. Почему тогда вот за беспричину ненависть наказывают? Какая основа беспричины ненависти? Беспричина ненависти, она может быть похожа на зависть. Зачем ему, человеку, случайно взять какого-то прохожего и ненавидеть его, если он ему ничего не сделал и ничем никогда не проходило в его жизни? Это возможно, что основа этого всего — это зависть. И поэтому, как бы, так как мудрецы говорят, что есть у человека возможность, у человека есть какие-то качества определенного его характера. И одно из его качеств, с которым он рождается, — это ненависть. Но у человека есть эти силы и возможности для того, чтобы правильно направить эти все свои черта. И в нужный момент, может быть, где-то Всевышний действительно, если он дал эти качества, что есть какие-то моменты, что да, он должен использовать это. Но в основном мы видим, что Всевышний этого не хочет. Может быть, это наша работа для того, чтобы именно побороть свои плохие качества в этом мире. А на что, например, можно направить ненависть? Вот есть в Торе, например, такой абзац, который говорит, если ты видишь своего брата, которого ты ненавидишь, у которого там оселы, значит, гнется под тяжестью груза, то в этом случае ты должен ему помочь. Оставь свою ненависть и иди и помоги ему. А там Рашик, он объясняет, он говорит, как может быть такое, что человек ненавидит своего друга, своего брата. Так он объясняет, что он увидел его, что он сделал какой-то грех, но так как он увидел его один, и ему нельзя об этом говорить другому, объяснять, ну, как рассказывать об этом другому, тогда ему можно ненавидеть его в своем сердце. Но и несмотря на это, он должен это, значит, это чувство побороть. И поэтому Тору дает ему тоже вариант, как он должен это сделать и пойти помочь своему другу для того, чтобы обороть это качество. Известное еврейское выражение, что гамзуля тава, по крайней мере, то, что, как говорят на Ирише, что все к лучшему, что не бывает никаких событий, у Всевышнего никогда ничего не бывает, чтобы это было все однозначно плохо. Что всегда, вот даже в самой большой трагедии, есть начало, есть толчок к чему-то другому. Ну вот трагедия, например, разрушения второго храма, трагедия Холокоста, где тоже были события связаны с 9 ава, вот как нам Данила напомнил, что именно 9 ава начались расстрелы в Варшавском гетто. Вот если подходить к этим событиям, которые явно были вызваны ненавистью, общечеловеческой и ненавистью в еврейском народе, вот все-таки, а что тогда, что, есть ли в этих событиях что-то, о чем мы можем говорить, и это было правильно, и это нас к чему-то привело, это нас в чем-то изменило? Ну, смотрите, как мы уже сказали насчет того, как разрушение второго храма, то было тут хорошо то, что еврейский народ все-таки остался в живых, несмотря на то, что он разгневал Всевышнего, и ему, можно сказать, по закону Всевышнего было положено, чтобы он их уничтожил, но, так как мы сказали, он свой гнев пустил на камни и на деревья, как написано в наших писаниях, еврейский народ вышел в Галут для того, чтобы очистить свой грех и все эти скидания, которые он проходит. Может, это должно, его должно чему-то научить? Ну, вот продолжаем учиться, как я понимаю, до сих пор. До сегодняшнего дня. А можно ли считать, например, ненависть к себе тоже одной из разновидностей и беспричинной ненависти? Ну, бывает ситуация, что человек ненавидит себя во всем, в своих поступках, в своих проявлениях, в своей жизни. Я думаю, что если человек просто так себя ненавидит, это действительно беспричинная ненависть. Если у него есть какие-то черты характера или какой-то внешний вид его, что он себя недолюбливает из-за этого, если у него есть возможность это исправить, я думаю, что это в руках его исправить. А если нет, то я думаю, что лучше себя принять, каким он есть, для того, чтобы перестать ненавидеть самого себя. То есть иудоизм не рассматривает, например, ненависть к самому себе как какое-то чувство, которое человека к чему-то подталкивает. Это то чувство, с которым надо бороться. Да, я думаю, что это чувство, которое нужно изменить к себе. Если человек будет себя ненавидеть, он просто никогда не преуспеет ни к чему. То есть это чувство, которое всегда тормозит. Нет вариантов, когда это чувство повернет в человеке что-то к хорошему. Это обязательно должно быть подавлено. Я думаю, что если после этого, как вы сказали, что после того, что он на себя смотрит, и он себя в чем-то недоволен, если он скажет «Гамзоле, то «Ва», значит, это его поведет по правильному пути». А если он останется на этой грустной ноте, что он в чем-то не преуспевает, и он сам себя недоволен, и нечем с этим делать, то я не думаю, что это куда-то его приведет. Что касается антисемитизма, можем ли мы антисемитизм считать одним из видов беспричинной ненависти с точки зрения еврейской традиции? Ну, антисемитизм – это как бы тоже ненавидеть другого из-за того, что он не как ты. Ведь это взять весь народ и быть против него, как бы. Антисемитизм. Если кто-то там, человек определенный, сделал ему что-то плохое, так у него он ненавидит весь этот народ, он ненавидит только этого человека, скажем так, или он желает против этого решить какой-то вопрос в суде или что-то. А если он из-за этого начинает ненавидеть весь народ, то, конечно же, что это просто беспричинная ненависть. Можно ли считать, что антисемитизм, вызванный в том числе и беспричиной ненавистью, стал одним из последствий разрушения второго храма? То есть, что беспричинная ненависть привела за собой и другие наказания, например, антисемитизм. Потому что пока евреи не жили среди других народов, антисемитизма тоже не было. Ну, да. Конечно же, когда народ Израиля жил на своей земле, то просто не было возможности, даже если кто-то был антисемитом, у него не было просто возможности это как-то вывести наружу, потому что он не видел еврея вокруг себя. Но когда евреи действительно, они разошлись по всему миру, тогда просто была возможность смотреть, как бы они были чужеземцами, они исповедовали другую религию. Но, возможно, вот как мы сказали, так как они были не похожи на тех людей, где они находились, в ту страну, где они пришли, возможно, это и вызвало антисемитизм. Но я не думаю, что это можно как-то оправдать тем, что еврейский народ, он должен получить наказание, а эти народы, они должны наказать его, и так оправдывать антисемитизм. Я не думаю, что это правильно. В последние десятилетия, скажем так, появилось интернет-пространство. Такая очень удобная ниша, в которой можно выступать под маской, можно выступать с закрытым лицом. Появились социальные сети, где тоже можно, в общем-то, реализовываться во всех направлениях. Вот не произошло ли так, что с появлением социальных сетей и интернета беспричинная ненависть выросла из-за относительной безнаказанности? Возможно, что выросла. Потому что раньше, если не было этих сетей, то, возможно, человек, он может, до того, как он увидит этого человека, которого он ненавидит, проходило время, он мог, может быть, сесть с самим собой и обсудить это, и, может быть, действительно, у него было время и побороть это чувство. Но сейчас, если он очень близок к сетям интернета и всё такое, то он может сразу сделать какую-то реакцию, и это у него может быстро получиться, и ему не нужно, чтобы этот человек был рядом с ним, для того, чтобы как-то свою эту ненависть вытащить наружу. То есть люди, которые пользуются социальными сетями, они должны чётко осознавать, что они рискуют в том числе, и что они рискуют оказаться в ситуации, когда они окажутся источником беспричинной ненависти. Да, я думаю, что сегодня больше требуется от человека бороться со своими плохими чертами, так как сегодня вытащить это наружу, это не нужно много для этого времени. А что делать человеку, который стал, наоборот, объектом беспричинной ненависти? Ну, будем считать, что беспричинной, на самом деле, скорее всего, причина у ненависти есть всегда, но вот человек считает, что у него беспричинно, его беспричины ненавидят. Что делать этому человеку, как ему себя вести, как ему вести себя с этим человеком, может быть, просить помощи его окружения? Ну, смотрите, здесь у нас, например, рассказы про наших мудрецов, связанные с такими вот моментами, то советы, которые они дают, это просто молиться за этого человека и в своей душе говорить, как бы внедрять то, что у него нет против этого человека ничего плохого, и он любит этого человека как самого себя, и вот все вот эти вот положительные качества, которые Тора нам говорит, что мы должны это выражать по отношению к своему товарищу, к своему другу, вот об этом он должен молиться, я думаю, потому что это вещи, которые связаны с чувствами, это не связано с какими-нибудь, с какими-нибудь, это невозможно объяснить, чувства невозможно объяснить, чувства исходят из таких источников, что это тоже что-то духовное, и я думаю, только духовными силами можно против этого бороться. То есть Баидин идти бесполезно, если просто вот стал объектом, скажем, не конкретной ненависти, то есть если тебе конкретно не делают никаких никаких плохих вещей, только вот себя ненавидят, то это не те вещи, которые можно решить в процессе еврейского суда. Да, если он ничем его не ущемил, в общем-то, по большому счету, несмотря на то, что есть у нас такой закон, который говорит, если его, например, обидели перед людьми, сказали про него какое-то слово такое, что его очень злословили. Лошонара. Лошонара. Сказали про него перед всеми, да, а основа это была злословием. Конечно же, что если это принесло ему ущерб, он может пойти в Баидин. Если же сказали про него какое-то плохое слово, которое действительно, что это не он, вытащили про него шем-ра, да, сказали про того, что его, чего нет, действительно тоже может пойти в Баидин. А Валя Проно просто сказать, что этот человек меня ненавидит, ни за что, за это Баидин ничего не может в этом сделать. То есть это получается, что это тоже, в общем-то, между человеком и Всевышним решение этого вопроса? Это что-то между, да, что-то это между. Будем надеяться, что нам не придется сталкиваться с беспричинной ненавистью ни между людьми, ни между народами, и что в скором времени, все-таки 9 августа, станет для нас радостным днем, и нам вернут наш храм в Иерусалиме. Большое спасибо, Раф Эммануэль Калантар, Равин, общины, евреев Кавказа, в городе Крамель, Израиль. Большое спасибо, Раф Маналич. Большое спасибо. Команда программы «Вопросы на вопрос» прощается с вами до следующего выпуска. Литраот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова